Уже бывший кадровик войсковой части 2030, Мурат Айтбеков, самым первым пришел на процесс. Зашел в зал заседаний и свободно общался с журналистами. Поначалу его даже приняли за кого-то из сотрудников военного суда. Но когда явился судья, Айтбеков встал и зашел в клетку, затем запер себя. Мужчина, как выяснилось, в прошлом году обещал некоему Скакову содействие в трудоустройстве в подразделениях КНБРК. Скаков завалил психологический экзамен, но кадровик Айтбеков успокоил, что можно все уладить. Надо лишь заплатить определенную сумму. Айтбеков в ходе состоявшихся разговора со Скаковым вводя в заблуждение последнюю, создав ложное представление о своих подлинных намерениях, пообещал последнему трудоустройству воинскую часть 2030 с выдачей положительного заключения военного психолога о годности к службе, для чего потребуется передать ему 120 тысяч тенге, хотя не имел намерения выполнить взятые на себя устные обязательства относительно возможности достичь желаемого и о своих полномочиях. Часть денег Айтбеков получил в подъезде одного из жилых домов. Это были 50 тысяч тенге. Но никому деньги отдавать не собирался, поскольку никаких влиятельных связей не имел. Затем пошел в банк и заплатил по кредиту. Скакову передал, что нужны еще 125 тысяч тенге. После этого потерпевший попросту написал заявление в Финпол. В день передачи этой суммы Айтбекова задержали оперативники. Это произошло зимой 2014 года перед торговым домом Нурдаулет. В итоге суд сегодня признал экскадровика виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Военный суд приговорил Айтбекова Мурата Матальевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренным пунктом Г, части 3 статьи 177. Уголовный кодекс Республики Казахстана, основание которой назначить его наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права занимать должности в вооруженных силах Республики Казахстана, других войсках и воинских формирований сроком на два года, с конфискацией имущества личного ему принадлежащего имущества или являющегося долей вообщей совместной собственности. Также Айтбекова лишили звания лейтенанта. Осужденный полностью раскаялся в содеянном. Теперь у него на свободе остались супруга и девятимесячный ребенок. Акмарал Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова